МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хобби бывают самыми разными. Одни крестиком вышивают, другие по рекам сплавляются, третьи, приходя с работы, вообще садятся за компьютер, громить зергов или брать легенду в Хардстоуне. А кто-то интересуется историей. Причем настолько глубоко, что одних книжек таким людям становится недостаточно. Они стараются не просто узнать о делах давно минувших дней, а пожить в них, пусть даже и недолго. Таких людей называют реконструкторами, и в Сарове они тоже есть. Например, участники военно-исторического общества 1945-й, который специализируется на Великой Отечественной войне. Один из основателей 1945-го, Александр Крупин, любезно согласился встретиться с нами и рассказать, что такое современная историческая реконструкция. Но как-то так получилось, что разговор у нас свернул в философское русло. Александр, возвращаясь к теме реконструкции, как вы считаете, в чем ее основное значение? Есть же просто любители истории. Они читают книги, смотрят фильмы, ходят по музеям. А есть люди, которым этого мало, я так понимаю, вы. Которым надо еще себя окунуть, засунуть в эти самые условия и максимально приблизиться к тем реалиям. Зачем это вообще делается? Ну, реконструкция – это такое новое направление. Это вот как мы сейчас говорили о том, что машина – это новое такое, да, новое время. То реконструкция – это такое новое дело. Оно еще не изучено толком, оно только началось буквально в таком вот виде, которое мы наблюдаем в последнее время, буквально там 15 лет, не больше. То есть весь опыт, который мы проходим, мы проходим вот здесь и сейчас. Мы также вот выезжаем на мероприятия, учимся, видим, как там все это проходит, берем что-то такое оттуда нужное самое и живем, видим, какие тенденции происходят в этом деле, видим, какие направления, куда они идут. Общие тенденции реконструкции сейчас направлены в сторону большей правдивости, большей правдоподобности. То есть организаторы требуют, чтобы на их предприятиях вообще не было никаких современных вещей. То есть от пластиковых стаканчиков до всех современных сигарет. Все запрещено. Все должно быть аутентично. То есть это как пятачок истории. Да, это вот как бы чтобы людей ничего не отвлекало, чтобы люди, которые участвуют в этом деле, не только показывали, работали там на зрителей, но и как бы сами, попадая в эту эпоху, становились как бы такими экспонатами музейными. Только живыми. Только живыми, да. И вот в этом и цель такая. Потому что только правдоподобно, находясь внутри вот этой вот капсулы времени, условно говоря, ты можешь правдоподобно показать это зрителям. Это все-таки такой взрослый театр, или в нем есть познавательный процесс, он главенствует? Познавательный процесс главный. А, познавательный процесс главный. Люди взрослые не совсем так. У нас очень много молодежи на самом деле. И с нами очень много ездят и детей наших, и участвуют, и не только детей, но и близких там, друзей, и вовлекают людей в городских мероприятиях, и в каких-то мы выезжаем, и с нами едут люди как зрители наши городские. То есть в различных формах это может использоваться. Ты можешь быть как зритель, но, допустим, снимая на видео, буду там фотографом, ты тоже участвуешь таким образом. То есть очень много различных ролей, которых ты мог бы исполнить при желании, конечно, и при подготовке соответствующей. То есть не обязательно натягивать шинель, братья, винтовка, лежать за садой? Нет, нет, нет. Можно быть там фотокорреспондентом, можно быть там каким-то там, не знаю, ремонтником. Потому что требуются какие-то ремонты, возможно, там, можно будет там швей, сапожником, там, это все приветствуется парикмахерам, там, в различных там управлений. А еще специалистов, которых вы испытываете острую потребность? Ну, самые большие специалисты сложно сказать, потому что дело новое, и, как бы, специалисты все известны, их не так много. Вот нам бы хотелось, конечно, открыть какие-то новые возможности в реконструкции, которые дают они, дают они. Ну, например, мы сейчас говорили об этом. Ну, например, там, кони, да? Это очень такая интересная вообще вещь. Да, но, с одной стороны, это очень сложно, потому что использование животных, оно так достаточно опасно. Сложнее опасно. Да, и опасно, да. Но, с другой стороны, если находятся такие люди, дорастая до такого, что когда становится уже не опасно, когда они уже гарантируют то, что не будет никаких проблем, то тогда, конечно, это приобретает, это вливается, как бы, в общее дело и приобретает такое, ну, качество реконструкции повышается. И, соответственно, люди, которые приходят посмотреть на это, они видят более живую, более интересную, более яркую картинку и более правдоподобную. А как вы считаете, как вообще люди становятся частью военно-исторического общества? Может быть, даже сейчас про 45-е не говорим, а как-то в целом возьмем? Ну, в целом, наверное, надо сказать, что война, Великой Отечественной войны затронула все наши семьи, которые жили в Советском Союзе, теперь, в России, затронула, наверное, всех. Поэтому в каждой семье есть память об этом. И, наверное, это первое, что надо сказать. А второе, это уже, ну, все-таки война не так давно прошла относительно. Поэтому память, я жертву их, память... Ну, мы, наверное, все-таки последние поколения, которые живую память об этом имеют. Со слов бабушек, дедушек, вот ребята, которые родились, допустим, сейчас, там, ну, в десятых, у них уже этого, скорее всего, не было. Ну, я согласен, но я бы еще сказал, провел бы все-таки аналогию, да? Вот, допустим, Великая Отечественная война – это вторая отечественная, считается. Первая отечественная – это была 1812 года, про Наполеона. Да, Наполеона так же поносили, как Гитлера, так же отлучили от церкви. В общем, там много чего-чего происходило с ним. Ну, где-то последние фотографии героев 1812 года, они, кстати, известны. Дело в том, что фотоаппарат появился в конце 19 века в России, и успели на этот фотоаппарат снять последних, там, участников войны 1812 года. Эта фотография известна, вот, знаете, можно посмотреть, они, как бы, никакого там… любой человек может увидеть их. И на этих фотографиях изображены очень-таки пожилые люди, которые, вот, ну, последние свидетели вот той отечественной войны. Сейчас мы, фактически, находимся в таком же ситуации. У нас, вот, последние участники второй отечественной войны, Великой Отечественной, они вот сейчас уходят, остались последние, там, люди. И, наверное, это так же важно, как было в 19 веке, вот, запечатлеть последних этих, последних участников, и потом, наверное, уже пойти в какой-то новый мир, в новую какую-то жизнь, да, с каким-то новым пониманием вот этого там, своей истории и своего будущего. Иметь же закрепить вот этот багаж, чтобы не потерялся. Да, конечно, 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 обязательно закрепить, безусловно. Я бы тоже сейчас вспомнил первую мировую, которую у нас вот в отечественной истории, она как-то очень странно освещается. Вроде бы она и была, а вроде бы она как-то и не очень в войне. Ну, это связано больше с политическими событиями, связано там с революцией, это связано там с идеологией государства, ну, и в связи с тем, что с Великой Отечественной войной. Потому что Великая Отечественная война, конечно, заслонила Первую мировую войну. Заслонила, потому что в Первой мировой войне, конечно, она была неудачная, участие, особенно там в 17-18 годах. Брестский мир мы знаем, да, в марте был заключен 18-го года, там. В итоге как бы Россия оказалась, ну, по идее, проигравшей в этой войне, в Первую мировую. Но во второй, как бы, уже был взят реванш и еще такой момент. Все-таки вот новое государство, которое мы сейчас формируем после падения СССР, ему очень важно, этому государству, иметь какую-то идентичность. Что такое идентичность? Это понять, откуда мы все, да, откуда вот наша история началась, вот наш россиян, откуда. Прежняя идентичность, она росла как бы из революции. Мы все были, там, дети революции. Главное событие в СССР – это была революция. Великой Отечественной войне была так не особо главной. Оно, конечно, тоже важно, но оно больше было трагическим. До 75-го года праздники были в основном трагические. Это люди скорбели. Это была трагическая дата. Но вот у вас семьи, дедушки, бабушки, они как 9-й мая встречали? У меня есть родственники, которые участвовали в этой войне. Они в основном встречались с своими друзьями, какими-то ветеранами, однополчанами. Ну, кто как мог. А чаще всего просто за стаканом с родными на кухне. Это самое частое было. И вот на этой кухне, собственно говоря, мы, в моем возрасте, люди, они вот и узнали всю эту войну. Потому что, конечно, в книгах одно писалось, а на кухне немножко другое говорилось. Из-за этого, из-за этой разницы очень много людей интересовалось. Ну, понимаете, да, то, что запретный плод – сладок. То, что лилось с экранов телевизоров и с книг и газет, часто не соответствовало тому, о чем рассказывали ветераны. Из-за этого у многих людей возникало такое желание докопаться до истины. Но в связи с тем, что Советский Союз был закрытой страной, и источники были Великой Отечественной войны крайне ограничены. И цензурированы. И цензурированы. Поэтому докопаться было крайне сложно. И вот это вот новое понимание войны, оно пришло вот уже после падения Советского Союза. Когда людям открылись другие стороны, появились новые писатели, появились новые публикации, появились новые изыскания. И тогда пришло новое немножко понимание. Ну, меньше трагизма от этого не стало. Конечно, война, в первую очередь, трагедия. И то, что иногда ее немножко где-то пытаются в некоторых местах заместить такой радостью, ну, это пусть оставится на совести тех людей, кто это делает. Потому что, конечно, радость, она весьма сомнительна в войне, в которой наша страна потеряла 30 миллионов. 30 миллионов? Ну, около 30 миллионов. По результатам последних работ Кривошеева, такой был исследователь, он у нас в России, наиболее авторитетный в своей книге о потерях в 2001 году, по-моему, он ее сдал. Ну, он очень долго работал на этом, это коллективный труд. Уже к этому времени порядка 20 миллионов – это только военнослужащих. Мы сейчас гражданских не берем. То есть потери очень высокие в стране. Демографически очень высокие потери были. Ну, как говорят, война заканчивается, когда хоронят последнего солдата. У нас с этим беда, потому что, я так понимаю, до сих пор идут раскопки, и у меня в семье есть люди, которые числятся пропавшими без вести. Что с ними произошло, неизвестно. Понимаете, вот есть такое понимание, называется «у каждого своя война». Вот один сидел там в каком-то Ташкенте, допустим, ну, по какой-то причине, может быть, не взяли на фронт какую-нибудь там. Вот у него одна война была в Ташкенте, а другой был на передовой, да, ну, другая. Вроде бы война одна, а как бы рассказывают они про разные вещи. А третий был в плену, а четвертый вообще за немцев воевал. Мы знаем, что у нас почти миллион граждан воевал вообще за немцев. А еще миллион граждан были осуждены военным судом в Советской армии. В период войны около миллиона человек было, ну, он не обязательно расстрелянный, ну, посланы в штрафные какие-то там подразделения, осуждены судами. Порядка миллиона человек. Вот представьте себе, что порядка 35-40 миллионов граждан Советского Союза участвовало в Великой Отечественной войне. Ну, вот наложите эти цифры, и вы поймете, что все там очень неоднозначно. С учетом того, что и сама история войны тоже очень разная. Каждый месяц он разный в этой войне. И каждый месяц можно рассматривать как отдельно какую-то главу. И если все эти главы рассмотреть, они тоже очень все разные. Главы 41-го, 42-го года, они очень там одни. 45-го, 44-го, они другие. И, конечно, сейчас, когда очень часто некоторые историки, они вытаскивают какую-то часть оттуда, интересующуюся их именно, и пытаются как бы нажить на этом какой-то политический капитал. Ну, наверное, тут как бы ничего нового в этом нет. Это многие очень так делают. Ну, наверное, все-таки это неправильно, потому что все-таки в Великой Отечественной войне нужно рассматривать как это такое, такая идентификация русского народа, я бы сказал. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Это первое такое событие, когда, наверное, каждая семья и каждый человек смог поучаствовать в защите своей Родины. И из этого вытекает то, что, как бы, исключительно из этого мы можем стать народом. Это то, что нас объединило. Да, такая страшная дата, но она как-то объединила нас, да, таким вот способом страшным. Ну, войны, они часто, как бы, в истории могут быть, как бы, таким вот явлением, которое создаёт государство, создаёт нации, там, объединяет их, там, каким-то образом. Это бывает в истории. Ну, у нас это произошло вот совсем недавно, потому что мы только что сейчас говорили о том, что в современном государстве, которое после СССР образовалось, нужна идентификация для того, чтобы нас как-то объединило. И вот нас объединяет Великая Отечественная война. Это было принято на государственном уровне. Именно поэтому такие праздники сейчас и проводят. Именно поэтому такие парады, именно такие средства, именно так вот выделяются на... Мы видим, что, да, по телевизору показывают, какая идёт, как бы, работа, связанная с пропагандой, связанная с какими-то там вещами историческими. Это для того делается, чтобы объединить наш народ. И это, я считаю, правильно, потому что та дата, которая была, мы говорили об этом, в Советском Союзе революции, она достаточно спорной стала в сегодняшний день, потому что корни всё-таки нынешнего государства не в революции, а, наверное, всё-таки ближе Великой Отечественной войне. Я-то как-то привык отсчитывать от Киевской Руси совсем... Ну, да, 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 конечно. Мы от славян, там, с IX века, там, ну, как бы, мы считаем, что славяне. Но всё же, мне кажется, современное государство, наверное, правильнее было бы отталкиваться от Великой Отечественной войны. Но это ещё, с другой стороны, это переход государства из одного вида в другой, потому что мы помним, что Россия – это всё-таки крестьянское государство, это крестьянская психология, это вообще крестьянский образ жизни, это такое, ну, совершенно другое... Да, 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 это совершенно на сегодняшнем человеку непонятная вещь. А более понятно – это всё-таки вот Великая Отечественная война, это более понятно, это борьба за родину, там, битва за... Потому что люди в революцию, они, как бы, они меняли строй, они хотели нового, они хотели, так называемое, фьючер, да, они хотели будущего, они хотели нового будущего. Они не то, что не хотели царя, там, или ещё что-то, они хотели новой жизни. Вот они бились за новую жизнь. Ну, уж как они создали эту новую жизнь, ну, вот так вот создали. Ну, да, она новая, она отличается, мы, как бы, не крестьянские никакие люди, да, всё-таки на сегодняшний момент. Мы всё-таки люди более городские, мы люди более образованные, мы люди более грамотные и так далее. Мы, по крайней мере, считаем себя такими. Да, ну, на общем фоне, скажем, мировом, я скажу, мы ничем не проигрываем никому. Ну, по крайней мере, я не вижу этих никаких. Мы такие же, как и все остальные люди развитых государств. Александр, а как в Германии относятся к войне? Там тоже есть своё реконструкторское движение? Или по понятным причинам стараются это, в общем, сильно не поднимать? Ну, в Германии, да, там особая обстановка. В связи с тем, что это Германия получила такой урок, то у них были выработаны такие особые принципы подхода к истории войны. Эти принципы достаточно долго проходили в обществе. Вот просто такой пример, что в американской зоне оккупации Германии в 49-м или 51-м году, не помню, где-то от прихода Аденаура, до создания ФРГ в Германии, была американцами проведена такая опрос населения, которым был такой один из вопросов звучал так. «Является для вас, Адольф Гитлер, эффектным руководителем, эффективным менеджером». Ну, условно, так, чтобы было понятно современным нашему человеку. И вы знаете, очень большое количество нем сказали, что да. И поэтому процесс денацификации, это когда избавление от нацизма, продолжался и много лет, и продолжается до сих пор. Это различными делаются инструментами, делалось и делается сейчас. Но мы в корне отличаемся, а подход исторический в корне отличается наш от немецкого. Потому что немцы приняли на себя вину того, что они натворили. Они проиграли войну. А мы, как бы, мы выиграли. У нас совсем другая история. Во Второй мировой войне участвовало 72 государства в мире. И у каждого своего государства своя история этой войны. И мало того, что своя история войны, у них еще и своя история после войны. То есть отношение к этому нынешнее, и оно везде разное. Мне всегда интересно было, когда ФРГ объединялась с ГДР. Там ведь наверняка разные были немного воззрения. Да, они до сих пор разные. И это нужно было как-то совместить. Да, да. Одно побороло другое, или все-таки они попытались прийти к правилам? Нет, нет. Сейчас они пытаются сделать такой симбиоз. Дело в том, что восточные немцы оказались более агрессивными в итоге. Более воинственными. Воинственными, да. Все-таки в ГДР оказались взгляды крайне правые, более развитые, чем в Западной Германии. Но это сложно сейчас понять, почему, потому что вряд ли тут есть какой-то ответ один. Наверное, тут множество ответов. И главный ответ лежит в том, что это государство все-таки объединилось. Все-таки немецкие народы стали одним народом. И это большая заслуга, конечно, нашей страны, в первую очередь. Это Советский Союз в главе с Горбачевым. Ну, это тоже там разные мнения существуют к этому делу. Но то, что это благо для немцев, это неоспоримый факт. А они об этом помнят и оценивают соответственно? Конечно, конечно. Немцы отлично становятся русскими. По крайней мере, все контакты, которые у нас имеются с немцами, они все только позитивные. Никаких там реваншистских взглядов, ничего подобного. Ну, лично я никогда не слышал. Хотя, наверняка, они где-то есть. А вы с немцами вот лично знакомы? Да, конечно. Вы вообще похожи, как люди, или не совсем? Очень похожи. Очень многие похожи. Но в то же время, в каких-то моментах мы вообще просто как один народ. Но в каких-то моментах мы абсолютно разные. А еще хочу сказать, что нынешние разговоры по поводу того, что мы не Европа, мне кажется, это просто смешные какие-то разговоры. Неужели Петр Первый, прорубив там, и до сих пор мы в эту сторону движемся? Вся русская литература, вся русская история, она связана с Европой. Исключительно. И как бы отделять Россию от Европы, ну, это какой-то, мне кажется, нос из просто. Но там же есть взгляд, что мы были частью Европы до татаро-монгольского нашествия. Совершенно верно. А потом трансформировались в один из улусов. Я, в принципе, согласен, что многое было пьянья. Ну, глупо отрицать такое. Ну, это да. В совместном существовании не могли не наложить отпечаток. Но нас сразу приписывать к Азии, это, по-моему, клиника. Ну, дело в том, что вы правы. Да, действительно, до монгол-татаро-монгольского нашествия, там, 237-го года, Русь вообще была, как бы, она вела очень серьезную торговлю по северу на юг по Варяжскому пути. А горизонтально, это документы сохранились, там, 9-го, 8-го века, в Чехии, там, в Торино-Моравии, там, в Боснии, когда русские купцы приезжали туда и торговали, там, все равно. То есть, связи европейские были очень налажены, там, с 9-го, с 8-го века, это очень давно. Даже еще понятие немцы, понятие немцы, дойч, не существовало. А уже в документах таможенных тех времен отмечены слова «рус-купцы». То есть, понимаете, да? Немцев не было, а русские уже были. Но причина в том, что Европа, европейские варвары, ну, не только европейские, вообще, варвары, возьмем так, ну, варвары, там, варвары, начало нашего времени, они получили в наследство всю Римскую империю, понимаете? Они получили дороги, школы, церкви, религии, они все получили. А русские варвары, которые жили на территории Руссии, они ничего не получили, все эти кривичи там, они остались там, где жили, да. А потом подсечное растеневодство, да, это же, ну, это же подсечное растеневодство, когда лес просто срубают, выжигают, сколько там, пару-тройку лет на нем садят, а потом переходят на новое место. Оно не ведет к развитию технологии, понимаете? А оно очень долго происходило на этой территории, и в результате мы немножко как-то подотстали. Ну, ничего страшного. Догоним. Догоним, не проблема, еще и перегоним. Александр, возвращаясь к обществу 1945-й, скажите, а как выглядят будни, которые, ну, не публичные, да, то есть не реконструкция, которая видна, не какие-то массовые мероприятия? У вас же тоже есть своя внутренняя жизнь постоянная, вы собираетесь? Конечно, конечно. Ну, во-первых, актив, конечно. У нас есть руководитель, у нас есть актив, у нас Алексей Викторович Морозов, руководитель, у нас есть попечительский соед, который там входит, тоже такие люди, как там Валерий Николаевич Лыков, там, еще ребята там. Ну, смысл в том, что каждый думает по отдельности, каждый что-то приносит. У нас есть такая вот, этот клуб, в него каждый что-то несет, предложение ли там, какую-то, может быть, вещь там, знание какое-то. И вот раз в неделю мы собираемся, и вот это вот, и обмениваемся вот этими знаниями, предложениями. И в результате вот этого обмена, а он происходит еженедельно, и не раз в неделю мы собираемся, а бывает и два, и три, вырастает вот это все дальнейшая деятельность нашего клуба. Вырастает наши перспективы и вырастает наше будущее именно из-за этого. И поэтому мы очень гордимся этим, что мы принимаем коллективные все-таки решения. И наши руководители, которые, как бы, согласуют эти решения и, как бы, принимают о том, куда направить ресурс вот туда, в эту сторону или в эту, они очень грамотные люди и очень, как бы, такие понимающие, понимающие обстановку, понимающие ситуацию. И у нас еще ни разу не было каких-то таких вот моментов, в которых нам было бы неприятно. Это говорит о зрелости. Это говорит о зрелости общества, это говорит о зрелости руководителей. И это говорит о том, что в будущем нас ждут хорошие перспективы. А какие перспективы вообще могут быть у реконструкции? Как может это движение развиваться? Я уже говорил, что движение реконструкции в данный момент движется в сторону, как бы, большей точности, большей правдоподобности, большего проникновения внутреннего. Поэтому некоторые мероприятия проводятся даже без зрителей. Они проводятся для того, чтобы сами участники максимально погрузились в эти события. Вот, поэтому, а что происходит дальше? А дальше происходит вот что. Люди в процессе вот этих вот мероприятий, участвую в них, они сами меняются. Они начинают привносить вот эти вещи, привозя домой, приезжая домой, они начинают привносить эти элементы в наши местные мероприятия, да? И таким образом обогащая их. У нас же есть масса мероприятий в городе. Ночь музеев, там, различные городские, там, пробеги, ну и так далее, да? В итоге мы как бы растем. Таким образом, обмениваясь и всасывая в себя новые достижения, мы сами их в себя впитываем. И пропуская через себя, мы их дарим зрителям, мы их дарим горожанам, мы их дарим всем окружающим. Александр, время для нашей завершающей рубрики «Опрочность просто» в этой вазе бумажки с вопросами. Ваша задача вытащить три на выбор и честно на них ответить. Пожалуйста. Так, номер один. Ваш девиз. Наш девиз один. Всегда. Ваш любимый писатель. Мой любимый писатель Антон Павлович Чехов. Я считаю, что самый интеллигентный писатель в русской истории. И третий вопрос. Ваш главный недостаток – суета, так скажем. Внутренняя суета, да? Человек как бы внутренне пытается что-то сказать, волнуется и из-за этого торопится. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Александр, спасибо, что согласились с прийти. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!